Первая картина моя была, это была «Забудьте слово смерть». Ну, а потом мы уже проявили себя, и уже пошли вот эти картины. «Шестой» и «Хлев золота на аган». «Хлев золота на аган» я вообще считаю, что это, ну, как сказать, фантастически насыщенная трюками картина. Почему они такие интересные, оригинальные. И вот что вспомню, так работала удивительно легко. Удивительно легко работалось. Так, сам был такой человек, он как бы является соучастником процесса. То есть вот он ставит задачу, и мы там предлагаем несколько вариантов. За что я им очень благодарен, до сих пор этой картиной я горжусь. Думаю, что еще долго такой не будет, насыщенной картины по трюкам. Вот «Хлев золота на аган» есть такой эпизод. Вот там, значит, скачет банда, банда, которая преследует наших героев. И вот это дело было под Кишинево, Молдавии. Значит, снег выпал, и так подрастаяло. И получилась такая жижа, как бы, понимаете. И вот мне пришла голова идея, что можно вот на этом склоне, на галобе, с лошади упасть. И я буду очень долго катиться по этому склону. Ну и вот. И там так получилось, что вот как бы или сейчас, или уже никогда. Потому что, сами понимаете, этот снег ждать нас не будет. Очень быстро организовались. А так как у лошади хода были большие, там, значит, я падал, а параллельно мой товарищ Олег Корытин подсекал лошадь. Так. То есть я там, как бы, на камеру так въезжаю, а Олег параллельно с лошадью едет со мной. То есть получился очень хорошим кадром. Там, понимаете, очень такая история была интересная, что, значит, я как бы на вышке, на этой, значит, которую сбивал автомобиль, оставался последним. Ну и пока спрыгивали, то есть я уже как бы не успевал. И я вот с этой вышки прыгнул мимо страховки. Ну и вот. И, значит, когда я прыгнул там, слава богу, там в хорошей форме был. Все в целом, никаких травм, ничего. Потом подошел недовольный директор и говорит, слушай, ну ты же мог и так прыгнуть, а зачем мы страховку тогда это делали, да? То есть такое было. То есть всем деньги тоже, да? Ну не знаю, даже, конечно, да, коробки стоят денег каких-то, понимаете, хоть они тогда и стоили там, там, не знаю, там 50 копеек, но и все равно, это же их там, там нужно 200 штук, это же деньги. Расскажите, пожалуйста, трюки долго репетируются? Ну трюки репетируются заранее, понимаете? То есть я вообще-то не сторонник, честно говоря, репетировать на площадке. Это, ну как сказать, лучше это снять лишний раз, понимаете? Потому что каждый трюк – это вероятность травмы, скажем так. Ну есть она, конечно, какая-то ничтожная. Причем травмы бывают там как бы двух, ну нескольких видов, вот так вот скажем так. Первое – это когда человек неопытный, он получает травму. Потом, значит, как бы появляется опыт, образовывается такое плато. Потом очень многим кажется, что они там взяли бога за броду, понимаете, все могут. И начинают просто переоценивать свои возможности. И вот тут начинается второй этап травмы. Понимаете? Поэтому здесь нужно очень тонко подходить. А плюс к этому еще есть закон больших чисел. Закон больших чисел о чем говорит? Чем человек дольше живет, тем больше шансов, что он умрет. Правильно, да? Так вот в кино. Чем больше, допустим, трюков делаешь, даже вот если ты идеально все делаешь, вероятность какой-то случайности нарастает. Причем она нарастает в такой... И вот по этому поводу у меня есть там некоторые способы, как это обойти. Когда-то надо полениться после кино, понимаете. У меня вот раньше были такие способы там приехать, и после картины неделю полежать на диване. Там, понимаете, это очень полезно. Как вы выбираете трюки? Вот по степени сложности, по степени, может быть, легкости, или как будет интереснее режиссеру, там, зрителю? Ну, знаете, там вообще на самом деле какое-то количество их прописано в сценарии. После этого постановщик трюков, который является режиссером вот этого короткого эпизода, должен встретиться с режиссером, определить количество, что мы хотим, что мы хотим увидеть, что мы там, и так далее. Когда с режиссером это оговорено, начинается самый тяжелый эпизод. Это беседа с директором, которому вообще бы лучше... Я так всегда так замечаю, что директора, ну, в большинстве случаев, вообще бы лучше этого кино не было. Понимаете, деньги были бы целее. Потому что каждый трюк стоит каких-то сумм, каких-то там, даже я не говорю, гонорар исполнителю, а там нужно достроить это, сделать это, подготовить то, понимаете. И тут от режиссера очень много зависит, насколько он хочет, насколько там, понимаете, потому что так бывает людям вообще там на все наплевать. Вот он режиссер, там, что будет, то и будет. А вам вот интересно работать с таким режиссером, которому наплевать, что будет, то будет лишь бы человеку. Да нет, конечно, так, но с другой стороны, понимаете, надо к этому относиться. Я там, вот, когда начинал этим заниматься, у меня такая была очень такая, знаете, трепетность кино, что умрем сейчас до единого, там, понимаете, за лучший кадр, там, понимаете. Ну, я женат, у меня двое детей, там, понимаете, я могу там в такой позе, там, великого мастера, там, 10 лет, и никто меня не снимет, понимаете. Поэтому, если режиссер это устраивает, сделаем так. Продолжение следует...